Шумно, весело и многолюдно бывает ежегодно в начале ноября в спортивном комплексе «Рфятснеев». Сотрудники ядерного центра с детьми традиционно принимают участие в семейных стартах. В этом году в борьбу за звание самой спортивной семьи вступили более 30 команд. А когда-то всего 6 сборных положили начало спортивному празднику. Раньше это было просто спортивное мероприятие. Ну а сейчас мы его проводим в виде такого спортивного шоу, что ли, с элементами концертной программы. Потому что они еще будут. Приглашаем также детей в танцевальные группы. Улановы и спорт неразделимы, так считает глава семьи Сергей. Вместе с женой и сыном он участвует в различных городских спортивных соревнованиях. Так как изменили условия конкурса и теперь достаточно, чтобы один взрослый состоял в профсоюзе, Улановы решили попробовать свои силы и в семейных стартах. Цель поставим, мы всегда ставим перед собой цель. Но, конечно, у нас не всегда получается побеждать, но победить, чтобы. Хотя конкурсы отборочного тура казались на первый взгляд простыми, Но не всегда и не у всех получалось пройти дистанцию быстро и без штрафных очков. Непослушные шары выскакивали из мисок, а сказочный замок рушился на последних секундах эстафеты. Может быть, было не все понятно сразу, но сложно для детей такого возраста. Я считаю, что это вполне приемлемо. Шестилетний Матвей старался точно выполнять задания. Мальчик внимательно слушал объяснения родителей и аккуратно, но быстро вел змейкое кольцо И складывал разноцветные блоки башни. В соревнованиях самое главное – быстро бегать и ловко делать. За соблюдением правил конкурса следила судейская коллегия, Которая фиксировала время и начисляла штрафные секунды за нарушения. По результатам отборочного тура сильнейшие команды вышли в финал и продолжили борьбу за главный приз. Все участники семейных стартов получили дипломы и памятные подарки. Елена Грицкова, Максим Нифонтов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.